Девушки отдыхают В принципе, это дело. У меня нет. Друзья, ну что бы вы без меня делали, а? О, Лёха, это солидно. Лёха, откуда такое богатство? Девчонки-лаборантки такие милые. А где будем отдыхать? Можно на природу поехать. Не факт. Можно ко мне поехать, я одажу. Так с этого начинать надо. Ну вот, а ты хотел уйти. Иди. Не бойся. Эй! Хотела лишить нас автопати? Друзья, быстро! Поехали! Ребятки, я ж там живу. Быстро туда тогда. Ребята, 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 а теперь новый хит! Зачем ты мне? Лёша! Лёша, зачем ты мне? Вот приедешь ты, Игорёк, в свой Нижний Улюпинск, там таких нет. Ребят, о чем спич? Ну, Нина, ты просто огонь. Может, со мной выйдешь? Ты сам уже меня увидишь? Нет? Перетопчешься. У меня другие планы! Я улетаю, Герус, плавею! И там мне папа уже подготовил место в частной клинике. Опа! И мужа, моему будущему. Повезет же какому-то идиоту. Ручной зятек для папаши. Ты обалдела? Что? Я привык всего добиваться сам. Да, я никогда не хочу никому быть обязанным. Лёш, ну а что? Помощь друзей и родных, это нормально. Вот именно. Спасибо. Ну да. А что? Ну, они же от души. А кто это у нас тут говорит, а? Не все, Масечка, так повезло, как тебе. Не у всех есть возможность жить с родителями на своей квартире, на всем готовеньком. Нормально все. Все хорошо, сейчас быстро вернусь. Ну ты дурак. Слушай, а что ты в аспирантуру-то не поступаешь? А мне на аспирантскую стипендию не прожить? Так что, надо будет искать работу по специальности. А родители чего, не помогают? Народить ли не стало год назад. Блин. Прости. Прости. Нормально. Ну ты, ты не знал. Да, я не знал этого. Да, я понимаю, конечно. Слушай, пойдем танцевать, ну ёлки-палки, что мы здесь? Пойдем, пойдем, пойдем. Потанцуем, потанцуем. Леша, он тебя затолкается. Да, да, да. Леша. Ну что, что? Ну что, потанцуем? Так, тихо, закончили. Вообще-то нам пора идти. Друзья, действительно, всем пора. Вечеринка закончилась, так что прошу на выход. Да. Выходи, выходи. Выпроваживай за меня. Да, я тебя выпроваживаю лично. Все, выходите. Все. Пока, 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 пока. До встречи. Я вас догоню, друзья. Я вас догоню. Сейчас я помогу и догоню. А я? Вообще-то ты обещала отцу лично меня проводить. А папа не любит, когда не держит свое слово. Твой папочка останется доволен. Потому что тебя проводят двое, трое замечательных, крепких, перспективных пацанов. Так, Серега, проводи, пожалуйста, Нину. Пойдем? Да. Вообще-то я сама привыкла выбирать, кто меня будет провожать. Ты мог бы хотя бы… И мог бы. Ну, ты и сволочь. Василий. Василий. Я никуда не пойду. Почему, Василий? Не хочу. А может быть, все-таки прогуляемся, Василий? Пойдем? Важный звонит. Пойдем. Аккуратно. Да, я сам аккуратно. Аккуратно. Проходи. Так. Угу. Ну, вот и все. Хороший был вечер, да? Да. Ой, прости. Сейчас. Давай. Только Нинка, кажется, обиделась. Она сама виновата. Знаешь, когда родители были живы, у нас постоянно гости собирались. Леша, 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 ты меня неправильно понял. А может, все-таки правильно? А… А может, кофе? Ася, ты мне давно нравишься. Я… А Нина. А может, все-таки кофе? Леша. Леша, понимаешь, я хочу, чтобы было как у моих родителей. Они всю жизнь вместе прожили. Душа в душу. Мама ненадолго папу пережила. Ты хорошая, Ась. Не бойся. Ну, не бойся. Мне уйти? Да. Я уйду. Пока. Пока, Ася. ААНО ААА magnетная Ты чего там делаешь? Прилетел к тебе. Ты меня пустишь? Я сумасшедших не пускаю. Ой. Заходи. Спасибо. Это что, с нашей клумбы, что ли? Дворник тебя убьет. Нормально. Мы вчера погуляли. Второй день убираешься, да? Нет, я подъезд мою просто... Подрабатываю. Я тебе обещаю, что если ты будешь со мной, тебе больше никогда не надо будет подрабатывать. Что с тобой? Ты в порядке? Да. Устала, наверное, просто. Ну, тогда до завтра. Куда ты? Так... А может, через дверь? Давай попробуем. Ты чудесная. Ой. Ладно. Все. Пока. Ты чего здесь, Поль? А мама увидит. Иди домой скорей. Мамы и папы нет. Я одна. Я боюсь. Ну, пойдем, у меня посидишь пока. Чай попьем по-соседски. Конфеты у тебя есть? Найдутся. Куда же твоя мама-то запрошилась? Папа сказал, что она по прыгуне стрекоза и ушел на работу. Мама плакала, а потом улетела. Ой, может, это она? Привет! Привет, Асенька! Привет, зайка моя! Привет! Привет! Прости, что задержалась? Девочки, выбежала на секундочку балетки нашим мальчикам в ремонт отдать. Думала, скоро вернусь, но языками зацепились. Снова ведь на гастроли выезжаю, так что извините. Мам, папа тебя опять заругает. А вот и я беда. Ну, извини меня, котеночек. А хочешь, мы с тобой новый танец выучим, а? Полечку, будем вместе танцевать. Оп! Давай, давай! Вперед! Руки, воздух. Раз, два, да, будем вместе гастролировать. Представляете афишу? Дочь и мать воскресенские. Прекрасно, папа. Муж, нет. Божешь, будешь? Двух балерин я дома не вынесу. Меня так напугали, Павел. Я такой. Грозный муж пришел. Да, домой, кардебалет. Быстро! Папочка, ты хороший! Хороший, но скучный. Пойдем домой, синяя борода. Пока, Матенька, спасибо тебе. Извини. Да не за что. Полин, стриги чемодан, подожди на стекунду. Ну что? Лен, ладно я. Из-за твоих бесконечных гастролей тебя Полина не видит совсем. Ну, ты тоже в лаборатории пропадаешь, а что? Вещи собираем. Да, да, да. Спасибо. У меня в лаборатории идут опыты, которые я не могу не остановить, не прервать. У меня балет, который я не могу не остановить, не прервать, понимаешь? И я тебе об этом говорила еще до ЗАГСа. Ну, Полине мама нужна. И с ребенком я тоже говорила. Подождать. Так что мне не за что приказать. Все. Все. Пока. Поленечка, слушай папу. Да? Счастливо. Тихо, тихо, тихо. Оля испугалась? Дядь, нечаянно. Ничего страшного, она просто в садик не хочет. В садик? Как поздно? Да, у нас частные круглосуточные. Прости, я тебя напугал. Не надо, не надо. Просто так во дворе не надо ездить. Поля, хочешь у меня посидеть пока? Хочешь? Ась, спасибо, неудобно. Мы пойдем. Удобно. Я все равно целыми днями дома сижу. Готовлюсь к защите. Ну что, пойдешь к Касе? Да. Здорово. Спасибо. Ну хорошо, до вечера. Угу. А счастье было так близко. Облом? Сам облом. Ребенок, не груби. Это дядя хороший. Ладно. Поехала я тогда бомбить. Надо долг за тачку отдавать. Попало. Двадцать пять. Тридцать. Так. Там надо еще. Здрасте. Проходите, проходите. Ну как у вас дела? Прекрасно. А где? Поля, Поля спит. А, заснула? Угу. Заснула час назад. Ты спишь? Ася, простите, я вам, наверное, вечер испортил. Ваш молодой человек был явно недоволен. Он все понимает. Он замечательный. И добрый. Это хорошо. Так вы садитесь. Спасибо. Что? А, это мой диплом. Секундочку, подождите. Диплом? Да. А список литературы есть уже? Вот там сзади. Так. А вы... А вы где работаете? Я-то? Ну, вообще-то у меня лаборатория вне лекарственных средств. Да ладно! Еще я преподаю. Ну, в общем, это не важно. Круто! А почему опиоидный анальгетик? Это вчерашний день. Да? Сейчас перспективно гормональное направление. Эндорфины, например. Слушайте, а может чаем? Ну, давайте раз такое дело. Давайте. Ой. Вот зараза, блин. Я не знаю, тут что-то течет. Давайте я посмотрю. Ой-ой-ой-ой. А тряпка есть? Есть. Дайте, пожалуйста. Кошмар? Ну, посмотрим. Так. Есть инструменты какие-то? Ключи, сладкогубцы? Да, после папы остались сейчас. Ага, годится. О! Слушайте, а почему такая тема, если не секрет? Обезболивание. Папа очень мучился, когда болел. Я хочу сделать лекарство, которое пусть не победит рак, но хотя бы снимет боль полностью. Ну, вот. Понятно. Достойная цель. Папа, я домой хочу. Сейчас, идем, моя хорошая. О, добывайся. А это? Вставай, добывайся. Ну, что, они сейчас, сейчас они уйдут уже. Я не понял. Леш, в чем проблема? Перед в портфель. Все хорошо. Ася, спасибо вам еще раз. Да не за что. Я завтра доделаю раковину. Конечно. Спасибо. Пока. Спасибо. Спокойной ночи. Ой, шарики. Шарики? Шарики? Ух ты. Леша. Леша, спасибо. Слушай, я не понял, раковина это уже предлог у нас, да? Да, и трубу она специально порвала. Ну, ничего, собственно, сцентехник под боком это тоже неплохо, да? Неплохо. Неплохо. Ну, чего? Что молчишь? О, чего ты думаешь о том, какой я крутой в постели? Так, чего ты смеешься? Чего ты смеешься? Прости. Девчонки, кому пломбир? О, человек, как пломбир. Налетаем, дорогие, налетаем. Отлично. Ой, прости, пожалуйста. Ну, я случайно, извини. Пломбир в обмен на руку и сердце. Идешь. Так, кажется, у нас увозят классную девчонку. Сказать негодяям. Вот у него. Пойдем. Убирай, пацаны. У-у-у. Кто бы мог подумать. У него столько девчонок было, а какая-то тихоня его заарканила. Я влюблю. Как пломбир в жару. Пломбира много не съешь. А настоящая любовь, это картошка. Ты просто своего еще не нашла. Нашла. А, кстати, где он? Ребят, чего там? Леха не выныривает. Леха. 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 Ася. Ася. Вот отчаянная. Ребят, МЧС вызовите. Блин, ответили защиту. Леша. 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 Пацаны, на че стоите? Помогите. Найти его. Леша. Леша. Придурок. Табурок. Чего ты? Не пугал пока. Ну, надо меня, Бога. Тумасшедший! Тумасшедший! Отчаянная ты девушка Ася. Другой такой жены не найдешь. Замуж-то за меня пойдешь? Ты серьезно что? Только, пожалуйста, не пугай меня так больше, что надо. Я люблю тебя. Ну так что? Все? Ага. Уй. Первый семейный праздник. Ась, я тебя люблю. Вот скоро распишемся. Ой. Ну, ладно. Прости. Потом договорю. Прости. Сейчас, быстро. Лен, привет. Привет, Ась. Слушай, что у меня здесь платье? Я, наверное, на гвоздь напорвалась. Можешь что-то сделать? Прям дыра. Да, я могу это просто убрать в шов. Кстати, познакомьтесь, это Леша. Леша, это Лена, мама Поли. Ты поухаживай пока за ней. Конечно. Я сейчас сделаю. Здравствуйте. Я надеюсь, вы будете бывать у нас чаще. Со всей семьей. Присаживайтесь. Бокал надо. Не сомневайтесь. Асью я в обиду не дам. Так я вроде и не собирался ее обижать. Да-да. Благодарю. Девочка сирота, воспитанная, симпатичная. И готовит. Да. Детей любит. Шьет. И квартиру свою в Москве имеет. А что, нельзя любить квартиры? Слушай, ладно, ты у меня зубы не заговаривай. Я сама из Рязани, так что знаю, о чем говорю. Из Рязани. Ну, квартира, конечно, это и неплохой бонус, но поверь мне, были варианты и покруче. И к тому же хорошо, что она сирота не будет указывать, как мне жить. Да? Вот же я смотрю, парень бойкий. Ну. Ну, Асю я люблю. Вот как и не было. Ой, спасибо, Ась. Не за что. Ну, что, друзья, выбьем за любовь и дружбу. За вас. Так, я пойду мыть подъезд, а вы тут пока посплетничайте, какой я плохой. Ну, конечно, парень горячий. Ну, ты смотри, не обожгайся. Я так его люблю. Да. Только куда это все уходит? А ты что, больше не любишь Павла? Люблю. А знаешь, что самое страшное в браке? Измена? Нет. Будь. Привет. Привет. Ох, как я устала. Ужас просто. А что у тебя ведь такой? Прямо светишься. Будто ты тысячи рублей нашел и не знаешь, себе оставить или бедным отдать. Что такое? Я письмо из Австрии получил. Из Австрии? Угу. Здорово. Ты представляешь, они пишут, что мои исследования в области синтеза нейромадиаторов, ну, гормон счастья, рассказывать тебе. О, пожалуйста, только не начинай, а то я сейчас усну. Да ты не понимаешь, ты послушай. О, да, я ничего не понимаю. Ну, я тебя поздравляю. А вот вена. Спасибо. Вена – это красота. Огни, фонтаны. Зал аплодировался, стоя, представляешь? Я думала, что оглохну. Да, Ася, здрасте. Здрасте, Павел. А я к вам с просьбой. Ну, наконец-то вы к нам с просьбой. А то все мы, да мы. Заходите. Садитесь. кофейку? Не-не-не, я ненадолго. Аська, это ты? Ой, привет. Привет. О, о, а я в душ как раз. Завтра снова улетаю. Так что, ого. Да, слушаю вас. Какая просьба? Павел, а вы, вы не могли бы помочь Леше с работой? Он очень талантливый, он поступает в аспирантуру. А как справиться без денег? Я понял. Но вакансий-то сейчас нет. К тому же он без опыта совсем. Про бирки мыть, согласится? Леша? Думаю, нет. Ладно. Извините. А вы? А я бы пошла. Тем более, это в моей специальности. Это правильный подход. Ну, если готовы, хоть завтра. Телефон у вас есть. Угу. Спасибо. Угу. О, нормально. Спасибо. Молодец. Ловко. А журнал тоже вы заполняли? Да. Толково. Спасибо. Пожалуйста. В каким книгах учились? Молекулярная микробиология? Брюханов? Да. И патологическая физиология, биохимия Тетюхина. И как вам учебник Тетюхина? Толково написано. Благодарю. Я в первый день, когда сюда пришла, я увидела у вас на двери кабинета Тетюхин. Удивилась. Я думала, у вас одна фамилия с Леной. Лен не захотела менять фамилию на Тетюхин. Слушайте, я вам, наверное, поручу наблюдение за лабораторными мышами в нашем новом проекте. Будете вести дневник наблюдения. Я с радости. Осеныш, ну не злись, это всего лишь рыбалка. И к тому же, мне там обещают познакомить с одним влиятельным человеком. У него своя клиника. И если меня туда возьмут, то мы с тобой никогда больше не будем мыть коридоры. Я не злюсь. Ну, целых три дня. Скучай. Кто там? Ася, это Павел. Откройте, пожалуйста. Здравствуйте. Простите, что разбудил. Лена на гастролях попала в аварию. Она в нашей клинике уже, я еду туда. Господи, как аварию? А что с ней? Ася, я больше ничего не знаю. Посмотрите просто за полей. Да, я посмотрю, конечно. Да, вот ключ. Вы ее в садик завтра отвезете? Да, да, вы поезжайте. Спасибо. Что-то ты сегодня как не в себе с утра. Не могу успокоиться. Леша должен был вернуться с рыбалки, а он не отвечает на звонки. Слушай, ну, выпили и заснули, а телефон утопили. Надеюсь. представляешь, представляешь, что у жены тетюхина травмы несовместимые с жизнью. Что я всю ночь у нее ночевал. Да? Алло, Ася, это Павел. Лена очень просит вас приехать. Я пропуск сделал, вас спустят. Хорошо. Приезжайте, пожалуйста, спасибо. Хорошо. Аська, Ася, обещай мне. Лена, перестань, ты поправишься. Полина. Полина. Паша, прости. Леша, ты, ты, ты что здесь делаешь? Я? Что с тобой? Да, это вот сотрясение и связки порвал. А, а, как там Лена? Лена? Да. Лена умерла. Что? Лена узнала, что мы с ребятами на рыбалку пояли. И напросилась. Говорит, что, мол, дома тоска смертная, а ей приключений хочется. Почему ты мне сразу не сказал? Да я думал, что ты расстроишься, и я... Только, пожалуйста, не надо надумывать, ладно? Ты меня обманул, Леша. Что там произошло? В общем, она выпила, и захотела покататься по шоссе и прыгнула в машину. И ты не остановил? Да она мне по ноге проехала. Кошмар. Что самое ужасное, это то, что машина-то моя. Выходит, я виноват. Ну, были же свидетели. Да были, но все напились вдрызг. Парни, конечно, подтвердят, но... Если не подтвердят, они же пьяные были. Да все. Каюк. Какая научная деятельность может быть после тюрьмы? Леша, ну, не надо. Не надо, не говори так. Поль, ребенок, ты чего? Дверь открыта, ты чего одна сидишь? А где мама? Мама... 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 Она еще в больнице. А почему папа такой? Я боюсь. Где папа? Там. Сейчас, 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 сейчас. папа... папа просто устал. Ему надо поспать, выспаться, да, а мы с тобой тоже, тоже пойдем. Ну, все. Все-все-все-все. Давай, рассказывай. Чего рассказывать-то, а? Она напилась, и чуть меня не переехала. Страдалец, да? По кругу о своих страданиях расскажешь, понял? Лена никогда бы не села за руль. Она боялась водить машину. Слушай, ну, если не веришь, ты можешь у ребят спросить. Я тебя спрашиваю. Ай! Сидиот! Отнесите! Ай! Ай! Как, как? Идиот! Больно, да? Ты что, не понимаешь, он мне всю жизнь может испортить? Мститель хренов! Так. Ну, вы, значит, уже все знаете. Мы с вами синтезировали новый гормон. Гормон счастья! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Да, до испытаний на людях еще не скоро. Но! Скоро этот гормончик можно будет прыснуть на начальство, и оно тебя полюбит. Я вас уже всех люблю. Да. И поэтому до понедельника все свободны, отдыхайте. Спасибо. Вам спасибо. 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 Леша, у меня такие новости, ну, закачаешься прям. А-а-а. А что происходит? А, тут, понимаешь, такая ситуация. Меня внезапно пригласили на работу за рубеж, и утром в самолет. Да? Поздравляю. Подожди, подожди. Утром? Да. Утром, утром. А я, мне, я же не успею уволиться с работы. И Полину я обещала отвезти в первый класс. Нет, я так быстро не смогу, понимаешь? Понимаешь, тут такая ситуация, что такую работу каждый день не предлагают. И пока есть возможность, мне лучше, ну, уехать от всей этой истории. Так дело же закрыли. И подписку с тебя сняли. Ну, вот, пока есть шанс, мне лучше смотаться из страны. Ну, ты же знаешь, как у нас. Сегодня закрыли, завтра откроют. Ну, почему, Леша? Да потому. Асенька, как только все устаканится, я тебя сразу вызову. Ну, послушай, это же мой шанс. Моя мечта. Мне дадут целую лабораторию. И к тому же Нина говорит, что... Нина? А при чем тут Нина? А я тебе не говорил, что ли? Я же буду работать на ее отца. И... Ну... Ну... Понимаешь? Нина, она настоящий друг. Она просто друг. А у нас есть что-нибудь поесть? Давай устроим праздничный ужин. А? Ну, мы же с тобой начинаем новую жизнь. На новом месте. А? Ну, Асенька моя, Асенька. А давай я тебе продукты разберу. А? Сейчас. Ася, отчет по эксперименту готов? Я не могу больше ждать. Да, вот. Только закончила. Давайте. Что? Что с вами? Вы нездоровы? Я просто устал. Что? Устал. Ладно, дома поговорим. Дома поговорим? Ну что, живете вместе? У вас роман? Вера, какой роман? Я другого люблю. Можно подумать. Тем более шеф у нас свободен. При должности. Вот ты так говоришь, потому что не любила. Много ты знаешь. А меня замуж позвали. Правда? Угу. А, этот поклонник твой, Миша. Угу. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Миша хороший. А у меня годы идут, часики тикают. Вера, это размечательно. А что такое? Ася! Кто-нибудь, помогите! Павел Николаевич! Датья. Что со мной? Здрасте. Здрасте. Все же в порядке было. Ну что, малышки, идите на КТГ. Вас там уже заждались. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. А что со мной? Как мой ребенок? Видите ли, вы не беременны. Как это? У вас дисфункция. И очень редкая. Ну, то есть, я не беременна. Нет. Скажу вам на чистоту. Вы никогда не сможете иметь детей. Извините. Скажу вам на чисто. Вы всегда. Хм. 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 Ребенок, пора кушать. Бери. Не ходи. Почему? Папа ругается, когда к нему лезут. Все нормально будет. Павел. Павел, Полю надо раньше ложиться спать. Павел. 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 Да, очень. И что? Леша женился. Ну, все. Все. Он уже не умер. Зато я умерла. Давай посмотрим. Так. Ну, как? 37,7. Ура лучше. Скоро поправится. Просто надо полежать. Я буду лежать, а ты мне читать. Нет, ты сейчас пойдешь, ляжешь. И сама будешь засыпать. Ну, нам одну сказочку маленькую. Да, она сама прекрасно читает. Я не могу читать, когда кашляю. Иди ко мне. Разбалуйте ее, Ася. Будет нести за это ответственность. А больных ребенков надо баловать. Пойдем, больной ребенок. Вот он вам задаст. Погодите. С той поры все звери стали кота бояться. А кот с лисой стали себе жить пожевать. И горе не знать. Конец. Все. Сперебенок. Почему ты такая грустная? У тебя что-то болит? Да, очень болит. А что болит-то? Давай я тебя пожалею. Я тебя люблю, Ася. Я тебя тоже очень люблю, ребенок. А я тебя сильнее. Я. Нет, я сильнее. Нет, я. Нет, я. Нет, я. Нет, я. 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 Заснула. Что-то не так? Ася. Давайте сойдемся. Ну, то есть, как? Ну, будем жить как муж и жена. Вас. Ну, я вас. Я не люблю. Я знаю. Подождите, Ась, пожалуйста, подождите. Я тоже к вам испытываю всего лишь привязанность и уважение. Есть вещи поважнее любви, Ась. Вы видите, как вам привязано поле? Пожалуйста, станьте ей матери. А я... Я вас никогда не обижу. Я дышать не могу. Я дышать не могу. Мне жить не хочется. Вам не кажется, что это ошибка? Если ты кого-нибудь полюбишь, я не стану тебя держать. Отпущу тебя. Обещаю. Я не México. Я не продаю... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И тут облом со счастьем. Кругом враньё. Папин таблетки обезболивающие. Эйфория – это побочный эффект. Причем временный. Вот. Это то, что мне нужно. Фу. Как отвратительно воняет твой умлет. Поль, тебе нехорошо? У тебя что-то болит? Душа. Ну, вряд ли ты это оценишь. Два коротких. Вадик. Здравствуйте. Привет. Вадик, привет. А ты почему еще не готова? Нас уже ждут. Велики я накачал. Давай рюкзак и одевайся. Я тебе еще вчера сказала, что никуда не поеду. А если бы ты меня любил, то тоже не поехал бы. Слушай, там ребята. Я не могу их подвезти из-за твоих капризов. Капризов? Ну, тогда и целуйся. Они со мной, со своей ветром. Она просто попросила помочь ей с компом. Ну-ну. Давай уже, нас ждут. Я тебе сказала, что никуда не поеду. Ты ведешь себя, как стерва. Да пошел ты! Поль! Ася, оставь ее сейчас. Все, не успеваю. Где мой планшет? Где твой планшет? Дорогой наш садлап, вы теперь тоже от нас уйдете. За мужем. Ну что, у меня деспот и тиран. Я лучше с вами останусь. Уже что? Привет! Привет. Ну, весь институт жжит. Такое повышение. Слушай, по дружбе спроси. Может, у него и для меня местечко найдется. Вер, а ты что, решила меня покинуть? Тебя что-то не устраивает? Да нет, ты что? Шучу. Просто боязно. Новая метла по-новому метет. Наших зрителей больше всего интересует, правда ли, что вы синтезировали гормон, который вызывает ощущение счастья, влюбленности или любви? Послушайте, ну это... это очень... Упрощенно. Спасибо. Это очень упрощенно, понимаете? Наш препарат действительно вызывает определенную эйфорию, но это побочное действие. Основное фармакологическое свойство назначения препарата – это обезболивание. А любовь? Ну вот вы производите впечатление влюбленной пары. Спасибо. Мы давно вместе? 12 лет? 12. 12 лет. 12 лет. Не поделитесь рецептом? Рецепт. Хорошо. Видите, любовь – это, наверное, все-таки для поэтов. Мы химики, у нас химические формы, у нас все просто. Мы люди рациональны. Да ладно. А как же страсть? Удар и сердец, бабочки в животе. Бабочки в животе – это... Вы с этим... Не шутите. Не шутите. Простите, пожалуйста. Видите, то, что вы описываете – это просто гормональный всплеск. Любовь – это, наверное, все-таки что-то другое. Это взаимоуважение, доверие. Как говорила моя институтская подруга, первая любовь – это пломбир, а настоящая любовь – это картошка. Положи себе в тарелку и поешь – нормально. Я после девятнадцати ноль-ноль не ем. Слежу на лишний вес. Где у тебя лишний вес? Ты не заметил. Смотри. Ты так вкусно ешь. Не могу удержаться. Просто за еду и секс, и за чай – это один и тот же отдел мозга. Да? Поль, Поль, все нормально? Да, все нормально. Что с тобой? А, наверное, съела что-то. Может, тебе принести лекарство? Ну, что это? Вадик, придурок. Мне кажется, ты для него очень важна. Если бы он меня любил, он бы сделал так, как я хочу. Мой тебе совет. Совет? Да что ты можешь мне советовать? Ты сама любила одного, а замуж вышла за другого. Теперь несешь какую-то пургу про пломбир. Ну, как же тебе объяснить-то, а? А что надо объяснять? Ты предала свою первую любовь. Ой, девочки. Любовь – это все, конечно, очень нужно, но нам завставать рано. О чем с вами вообще говорить? Полинка, чего ты злишься? Ты же сама его прогнала. Отстаньте от меня все! Отстаньте! Маша. Ну что, неужели я так поменялся? Ты все так же любишь пломбир? Это молоденькие девушки любят сладкое. Ну, не делай вид, что тебе сто лет. Не знаю. Ну, как ты, как живешь? Чем занимаешься? В личной жизни похвастаться нечем. С Нины не получилось, детей нет. Так что, как-то так. А карьера? Ну, с карьерой получше. Ученым я, конечно, не стал, но в бизнесе все срослось. Иду в гору. А ты как? Я… Я нормальная. Муж, дочь, работа. Понятно. Мне, наверное, пора. Слушай, может быть, пройдемся по парку, как раньше? Ну, давай. Давай. Две тысячи за все. Али, гоп. Спасибо, Леша. Как я с этим домой приду? Я не знаю. Да, как был мальчишкой, так и остался. Ну, в старого зануду я еще не успел превратиться. В смысле? Слышишь? Помнишь? Помнишь? Слушай, давай потанцуем. Леш, Леш, перестань. Не надо. Я так давно хотел тебя увидеть. Столько времени прошло. А ты за эти 12 лет сюда ни разу не приезжал? Приезжал. А если бы мы сегодня случайно не встретились, ты так и ждал? Понимаешь, я не мог решиться. На самом деле, я давно на тебя не сижусь. Правда, я не мог приехать. Меня могли посадить. Твой этот сосед сказал, что будет настаивать на возобновлении дела, если я вдруг вернусь сюда, в Москву. Павел? Да, Павел, Ася, Павел. Мам, это хлеб. Ой. А это колбаса. Ой. С тобой вообще в порядке? На работе сюда? А, нет. Все нормально. Все хорошо. Нам нужно поговорить. Ну, хорошо. Только будет все там убежать, надо. Ну, это уж как получится. Может, до вечера терпит? Стерпит? Нет, до вечера не получится. Ты обещала со мной поехать, помочь выбрать платья для дня рождения. Так настроение отстой. Ну, конечно, поедем, ребенок. Мне еще надо посоветоваться с тобой по одному очень важному вопросу. Так, девичий секрет, это без меня. Я побежал. Счастливо. Папа, лучше? А, точно. Подпишу бумаги. Угу. Алло. Да. Привет. Привет. Встретимся? А, я думаю, это лишнее. Спасибо за вчерашнюю встречу. А сегодняшний вечер проведем вместе? Я сегодня очень занята. Все, до свидания. Первый раз слышу, что ты с кем-то говорила таким тоном. Знакомый? Знакомый? Ага. Из другой жизни. Так, че ж ты волнуешься? С чего ты взяла? Это просто сумасшествие какое-то. Встретила свою первую любовь. И? И все, на этом. Ладно. Мне надо сейчас с Полиной пойти по магазинам. Я ей обещала. Закрой здесь все, пожалуйста. Угу. Закрой здесь все, естественно. Закрой. Закрой здесь все, но я буду использовать. Поль. Я вас не знаю. Не смейте ко мне приставать. Поль, ну ты же сама виновата. Психанула из-за чего-то и не поехала с нами. А было круто. Давай, давай. Вали к своей ветровой. Ты уверена? Уверена. Я сейчас реально уйду. Вали. Тетя Вера, здравствуйте. Это Поля. Вы не знаете, где моя мама? Блин. Так. Аккуратно. Да? Да, да, да. Аккуратно. Не подглядывать. Ты успокойся. Все в порядке. Куда ты меня ведешь? Поворот. Открываем глазки. Леша. Подожди. Сейчас. Это Полина. Полина, я ей обещала. Леша. Ой. Леша, он разбился. Не было дня, когда я не вспоминал бы тебя, Асенька. Милая моя. Милая моя. Люблю. Доброе утро. Ты где была? У меня телефон сломался. Я никак не могла позвонить. Вот напрочь просто. Что? Ты на острове? В океане была, что ли? Позвонить не могла. Почему на острове? Я была у Веры. Не хотела их, если честно, но она очень просила, переживает развод. Страшно. Вот и проговорили всю ночь. А мы не спали всю ночь. Тихо. Все хорошо. Что хорошо, кончается. Ладно, я пошел. Телефон новый не забудь купить. Ты не спишь? Сплю. Очень тяжелый был день. У тебя все нормально? Нормально. Спокойной ночи. Угу. Да. Привет. Я через секунду. Угу. Ты что-то не в дух сегодня? Неприятности? Я не хочу портить ни тебе, ни себе настроение. Я могу помочь как-то? Навряд ли. Ну, расскажи. Мы раньше всегда что-то придумывали вместе. Это лично? Если бы. Бизнес. Понимаешь, Ась, у меня сейчас на кону стоит очень большая сумма денег. Большая? Насколько большая? Два миллиона долларов. Представляешь, меня за них даже убить могут. А как? Почему? Как так вышло? Мы с партнером хотели вывести на рынок одно инновационное средство для похудения. Все было на мази. Спрос был обеспечен. Ну, только вот директора центра экспертизы испытаний лекарственных средств, который должен был мне подписать бумаги, чтобы одобрили препарат, уволили. Все встало. Деньги мы уже вложили. На рекламу, на оборудование, на откаты, сама понимаешь. Подожди. Директор ЦИИЛСа? Да. Так Пашу же назначили. Он же там управляет всем. Что? Твоего Павла? Ася. Я теперь понимаю, почему он все затормозил. Он мне просто мстит. Да. Не говори глупости, Леша. Он не такой. Ну-ка, сейчас поговорю с ним. Правда, я тебя сразу предупредить должна, что он пока все не перепроверит десять раз, ничего не подпишет. Так что все должно быть законно. Да? Да. Конечно. Да. Вот то, что ты просила. Спасибо, Вера. Слушай, а с чего ты решила вернуться к этому препарату? Дело давно закрыто. У него куча побочки. Ну, побочка есть у всех препаратов. Ого. Блокирует выработку инсулина? Да. Это прямой путь к диабету. И это цветочки. Читай дальше. Ничего себе. Да тут целый букет. Ну, это надо дорабатывать. Возможно, не один год. Естественно. Значит, его обманывают. Это ты о помни. Расскажи мне. Мы же подруги. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Да. Я задержусь. Я останусь у Веры. Меня ждите, пожалуйста. Хорошо. Ты так и не научилась врать? Да. Слушай, может, и не стоит учиться? Слушай, я так хочу, чтобы мы с тобой были вдвоем, чтобы нам больше ни от кого не пришлось прятаться. Сейчас я вот только решу одну проблемку. Леш, я вынуждена тебя расстроить. Но не получится, извини. Да, умеешь ты подсластить пилюльку? Говорю, как есть. А вот твои пилюли людям продавать нельзя. Слушай, это очень хороший препарат. В Европе много таких аналогов. Пилюли. Еще? Я без сахара пью. Извини. Оп. Забыл. Мама не звонила? Не звонила, не писала и даже ужин не готовила. У мамы появились тайны. Тебя с работы не дождешься. Никому до меня дела нет. Алло. Алло, Вера. Здрасте, как вы? Здрасте, у меня все прекрасно. Что-то случилось с Павелом Николаевичем? Нет, ничего не случилось. Асю у вас? Можете ее позвать? Асю? Да, она была у меня, но недавно уехала. Так что, извините. Ты че такая кислая? Опять проблемы? Да какие у меня проблемы? Так, проблемки. Вот у вас с мамой проблемы. Продолжение следует... Привет. Привет. Как там, Вера? Вера? Да я у меня не была, я не знаю. А че, что это так поздно? Встретила старого знакомого. Алексея? Ты об этом и хотела поговорить? Он ко мне приходил. Давно? Пару месяцев назад. А почему ты сразу не сказал? А зачем? Надо было? Скажи мне, тогда, когда погибла Лена, это правда, что ты заставлял свидетелей отказаться от их показаний? Чтоб посадить Алексея? Я действительно хотел его посадить. Потому что был уверен, что он виноват. Я и сейчас уверен. Но мне ответили, что Лене уже не поможешь. И намекнули, что им деньги нужны. Как-то так. Я тебе когда-то сказал, что отпущу тебя, как только ты захочешь. Сказал, конечно, легкомысленно, но я слово отдал. Так что, поступай, как считаешь нужным. Я приму любое твое решение. Леша, скажи, это ведь не случайно появилось? Ты что, правда, хочешь это узнать? Ну, я увидел вас с вашим, с твоим благоверным по телевизору в одной передаче. Столько стараний, и все напрасно. Жаль. Не надо меня жалеть. Ась, я тебя люблю. Знаешь, пока ты не появился, я жила воспоминаниями о тебе. Пыталась представить себе, как ты живешь, каким стал. Мне казалось, что я... Слушай, у нас все будет хорошо. Да ты что? Да. Я тебя больше не потеряю. Нет. Я люблю своего мужа. Ты что, сейчас издеваешься надо мной, что? Нет, Леша, это правда. А тебе я ничем не могу помочь. Прощай. Ты что, идиот? Тебе нужно было, чтобы она подписала у своего мужа одну бумажку. Слушайте, давайте вы не будете меня учить, а? Ася отказалась. Она не хочет ввязываться ни в какие дела. Значит так. Делай, что хочешь, но чтобы бумажка была у меня. Ты понял? Нам нужно препарат выпускать на рынок. Через месяц нам включат счетчик. Счетчик! Вы только не надо меня пугать, хорошо? Я тебя не пугаю, детек. Я тебе факты излагаю. Я столько бабок втюхал в твое исследование. А теперь что, к чертовой матери все? Слушайте, вы прекрасно понимаете, что мой препарат проявил себя на отлично. Но вам же парышей быстрых захотелось. Производство дешево. Вот вам и результат. Ты что, голову потерял? Забыл, кто тебя от тюрьмы отмазал, когда ты за рулем пьяный эту девку угробил? Во сколько мне свидетели обошлись, помнишь? Да ты мне по губ жизни обязан! Да! Пошел вон! Решай проблему! Поль, сядь на свое место. А где папа-то? Папа на даче пишет монографию. Ему нужна тишина, у нас тут женские капризы. Пишет? Без своих любимых очков? Очки? А где очки? Хватит гнать. И мои капризы здесь ни при чем. Кстати, могла бы поинтересоваться, может быть, это не капризы. Ну, тебе виднее, Поль. Ну, раз всем на меня наплевать, выйду замуж. Вы с Вадиком помирились? Да пошел он. Я познакомилась с очень клевым чуваком. Он взрослый, самостоятельный и смешной такой. Пригласил меня на воздушном шаре кататься. А Вадик пусть себе локти отгрызет. Ну, ради этого стоит выйти замуж. Уж кто бы говорил! Покажи ты! Уж приятно. А возможно, улыбайся. А Уж поет на finding Привет. Привет. Вот. Очки твои привезла. Спасибо. Как ты здесь? Нормально. Занятие вот себе. Нашел. Павел Николаевич, пол почти готов. Вы как больше любите? Перец в казан или в тарелку? В тарелку. Ой, привет. Я тут Павла Николаевича бумаги привезла. Дай, думаю, обед сварю одинокому мужчине. Еле уговорила. Правда, думала… Спасибо. У меня и правда нету аппетита. Вер, пойдем прогуляемся. Идем. Вер, что происходит? А что? Ты думаешь, вы поссорились и я тут же прискакала? Муж твоего решила захомутать? Да, думаю. Да, я давно его люблю. Еще с тех пор, как работать к нему пришла. А ты же его бросила. У тебя теперь этот… на белом коне. У меня нет никого. Просто я запуталась. Запуталась. Ты всегда говорила, что вы просто так сошлись и не любили друг друга. Вот это тебя не касается. Знаешь что, подруга? Нет, не знаю. Ты просто собака на сене. Ни себе, ни людям. И Павел тебя не любит. Живет так, по привычке. Я же вижу. А вот Лену он любил. Ты про него больше всех знаешь. И дал мне понять, что все возможно. Черт. Ты что, не уехал? А я вернул на станцию у тебя столько что. На, открывай, ты простудишься. Грис. Спасибо. Может, не отпускай меня? Грис. Спишь? Нет. Ты согрелась? Да. Как там поле? Собирается лететь на воздушном шаре. Какая-то всеобщая эйфория. Что я хотел? Короче, слушай, такая тема. Я удваиваю сумму, а ты подписываешь положительное заключение. Я тебе возвращаю Асю. Живите с ней дальше своей скучной семейной жизнью. Ася, не вещь, чтобы ее возвращать. Ну, я так не могу, Паш. Ну, будь на твоем месте кто-нибудь другой, мы бы все уже давно решили. Я понимаю, ты мне мстишь за Лену, да? А ты знаешь, где сейчас твоя дочь? Что? Если я захочу, ты больше никогда ее не увидишь. Ни ее, ни твоих будущих внука или внучку. Ты сказал. Да не волнуйся, не я, отец, не я. Какой-то Вадик. Он там что-то накосячил, она его послала. Но она готова уехать со мной хоть на край света. В общем, решать тебе. Если хочешь вернуть свою дочь, подписывай бумаги. Ребенок, я же просила предупреждать, если ты задерживаешься. Ты почему на звонки не отвечаешь? Я бы корова нычала. Поля, ты почему грубишь? Что ты делаешь? А я не могу по-другому с предателями разговаривать. Нет уж, будь добра, поговори со мной. Я все-таки мать. Ой, вот только не надо про мать. А вот это несправедливо. А о какой справедливости может идти речь? Я все знаю. Алексей Хрусталев прекрасный человек, талантливый ученый. Вы ему с папой всю жизнь испортили. Алина, оказывается, папа хотел его посадить из мести. А ты мстишь, потому что он на тебе не женился? Алина, приди к себе. Вымогать у него взятку. Вам что, денег мало? Это все неправда. Пожалуйста, ты должна меня выслушать. Я тебе ничего не должна. И вообще, у меня завтра самолет. Я приехала только за паспортом. Чао, пишите письма. Может быть, это вечер. Какой самолет, Полина? Самолет в новую счастливую жизнь. С Алексеем. Полина, стой! Поля, подожди. Он на меня себе наплевать. Ну, с отцом ты хотя бы должна... Нет! Ты понимаешь, что по вине Алексея погибла твоя мама? Вранье! Мне Леша говорил, что так и будет. Отстань от меня! Поль! Поль, стой! Мамочка! 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 Черт, как не вовремя! Садись, пожалуйста. Ты с ума сошел? Ее в больницу надо! Господи, она сама под машину бросилась! Слушай, я сейчас реально очень спешу. Ты поедешь? Отвали! Ну, вызывай скорую тогда! Мамочка! Помогите кто-нибудь! Мамочка! Помогите! Мамочка! Тихо, я уже скорую вызвал. Не полегнуй! Слушай, ты должна меня вытащить. Вытащи меня отсюда! Ну да, конечно. Ты же всегда ко мне приползаешь, когда тебя надо спасать. Слушай, ну тебя же это всегда устраивало, не нульчик. Не смей называть меня так. Клоун. Я мог стать великим ученом. Стал барыгой от фармацевтики. Прекрати. Тошно слушать. А ты воспользовалась тем, что я трус. А что мне оставалось делать, а? Тюрьма? Это Европа! Вообще-то, срок давности давно истек. Ты мог вернуться и все исправить. Пап, прости меня. Я сама не знаю, что со мной. Мне показалось, что я вам не нужна, и Вадику тоже. Это гормоны, ребенок. Это бывает. У беременных. Откуда ты знаешь? Вырастешь – поймешь. Ты знаешь, что кома в переводе с древнегреческого – сладкий сон. Ну, дай Бог, чтобы это так и было. Она же проснется. Конечно, обязательно. А как же? Полька, ты иди, ладно? Я с ней побуду. Вася. Я надеюсь, что ты меня слышишь. Я бы очень хотел, чтобы ты меня слышал. Я вспоминаю нашу жизнь. Нажалею, что никогда тебе этого не говорил. Мне казалось, что слова это… Это все не нужно. Главное, чтобы вы с Полькой ни в чем не нуждались. Я прошу тебя, не бросай меня. Я не смогу без тебя. Я не знаю, как мне жить без тебя. Я очень тебя люблю. Очень тебя люблю. Доктор. 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 Осторожно. Давай, я чуть-чуть вперед пройду. Давай. Пойдем. Закрой глаза. Осторожно, порог. Можно открывать? Да. Снег. Ой. Паша. Так ас-романтик. Я очень хотел встретиться с тобой на Новый год. А было так долго ждать. Пойдем. Зима посреди лета. Зима, да. Садись. Садись, садись. Нормально. Полинка. Да, Полин. Пап, ну как? Сюрприз удался? Все очень хорошо. Я не могу сейчас говорить. Я перезвоню. Давай. Так, подарки. Что у нас под елкой? Правда? Путешествие в Африку. Зимой. На двоих. Это, получается, лето посреди зимы? Да. Я люблю такие подарки. А стихи читать будем? Да вот... Песня. Моя. Ты написал песню? Сам в шоке. Ты полный сюрпризов. Да. Видишь, я никогда не понимал, что вы, барышни, нуждаетесь действительно во всех этих глупостях. Я думаю, что достаточно картошки. А вам пломбир подавай. Я люблю пломбир. Обожаю. Но тебя еще больше. Прошу прощения. Зваку. Знаешь, мы тоже местечко найдем Маленький домик постровную Печку затопим и выметим пол, Белую скатерть постелим на стол. В синюю, Зимнюю ночь за окном Чаю согреем и сядем вдвоем. В маленьком домике в белом снегу Будем смеяться и слушать Богу. Ветер в окошко, как Бога дыхание, Будто былое проснуло желание, Глядя в бездонную, Белую даль, Будто не страшно, Словно не жаль. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода